Прощание Как грустно, как жаль, что не будем. Мирно уже никогда. Мы, что о тебя и не забудем. Ты же так и сын. Правда, последний звонок предоставляет Тибирбайн Татьяне, учащийся 11-го А-класса, и Чернигину Семенову, учащемуся 1-го Г-класса. Аплодисменты Пришло хора расставаться с детством и школой. Ее коридора без нас не опустеет. Не опустеет и наша смерть. Ведь, несмотря на то, что вроде учеников мы сюда уже никогда не вернемся, не сядем за патрик и не услышим школьный звонок, у нас на стороне воспоминания о выходящем от детства. И любовь к нашей родной школе, в которой мы выросли, в которой мы научились до открытия, в которой случились наши первые сосны. Но мы стоять теперь еще один, и первые радости не ошибли. Друзья, впереди еще длинный путь, но наша школа должна быть в надежных руках. Да, настало самое время обратиться к тем, кто будет обратить нашу школу и беречь ее, тем самым, у кого еще все впереди. На сцену приглашаются выпускники и учащихся десятых классов. Дорогие десятиклассники, сегодня я покередаю вам школу. И чтобы помочь вам, мы хотим огласить заповеди настоящего одиннадцатиклассника. Мне нужно взять на себя смелость создать новую школьную традицию, летописы выпускников, где каждая параллель девятиклассников будет оставить свое на пути будущего выпускника. Здравствуйте, преподавателя! Произрастая знания по часам или во всем полагается на расписание, Внимай слово учителя твоего, и во слово это бесценно, или не прогуливай занятия. Вовремя совершай это приношение, налогай знаний, или не затягивай с домашними работой. Не возжелай знаний соседа своего, или не спи в своем подносном преподавателе. Внимай слово в свежалях высеченном, или читай книги. Радуй учителя разумением своим, или не спи на уроках. Не беречь к тому, кто тебя кормит, или не спорь с работниками столовой. Береги предметы, предназначенные для духовного развития твоего, или не ломай школьный комментарий. Участвуйте во всех мероприятиях и накладывайтесь на сто процентов, потому что одиннадцатый класс...